Девушки отдыхают 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 О, отличное место. Так, аккуратней с ковриками, не заморать, не хватит пушку оторвем. Ладно, все, вылезаем. Это что, все, что ли? Мне очень нравится. Ну давай, я думал, больше будет. Хорошо, хорошо. А можешь тут ледик, пожалуйста? О, садись, красавица. Любуйся красотой, Викуся. Я так. О, вот он. Лев, может, все-таки поедем, а? Ты говорил, мы пойдем в кафе и будем только вдвоем. Я не понял, тебе что, мои друзья не понравились? А то ты им так сразу подошла. Маха говорит то, что надо говорить, да, Маха? В натуре. Не пережимайся ко мне. Да ладно тебе. Давай наливай сюда. Сюда давай. Давай. На. Пей. Охренела, что ли? Лева. Лева. Ты сказал, нормальная тёлка. Да смотри, ты что кинул нас, а? Да все будет хорошо. Расслабься, расслабься. Викуся сама этого хотела. Просто будем с ней немного поласковее, да? Лева, пожалуйста, не надо. Отпустите меня, мальчики. Какие вы тебе мальчики, блин? Лева, Маха, может мне надо... Да ты иди отсюда. Мы реально подумаем, что ты медик. Ай. Сука. Все, все, все. Лева. 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 Вали ее на капот. Нафиг. Все, все, все. Эй. Вдруг кто увидит. Да отойди ты посторожи. Я тебе уже говорил, мы тебя позовем. Рот закрой. Мальчик сказал. Давай. Бам. Бам. Ак. КАП. Скаты. Ак. Шик. Эй. Чая колокольника. Metери. У меня это. Не трогайте! Не трогайте меня! Не прикасайтесь ко мне! Тихо-тихо! Успокойся! Успокойся! Я тебя не трону! Сейчас позвоним в полицию и отвезем тебя в больницу! Нет! 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 Я никуда не поеду! Мне надо домой! Никому никому не говорите, что здесь было! Слышите? Да! Да! Вы же лестник! Мама говорила, что вы хороший человек! Никому не говорите! Пожалуйста! Не скажете? Хорошо! Сделаем, как ты скажешь! Сейчас немножко попьешь чаю и тебе станет легче! Давай-давай! Пей-пей-пей! Ложись! Ложись! Тихо-тихо! Что-то случилось? Ты знаешь, кто это? Да. Это машина Левки, сына хозяина. А что, зверя стрелять ездил? Его надо задержать. Два часа назад они избили и изнасиловали девушку на озере. Что значит изнасиловали? Где девушка? У меня в домике. А почему не в больнице? Почему нам не позвонила? Ей стыдно. Отказывается. Да и вообще жалею, что я одну ее оставил. Не знаю, вдруг сделает с собой что-нибудь, если проснется. Ну, раз отказывается, значит и изнасилования никакого не было. Ну, погуляли молодые на пикнике. Дело-то молодое. Завтра проснется и забудет все. Еще вместе по барам, по кабакам, по дискотекам слоняться вместе будут. Андрей, послушай меня. Не лезь-то в это дело. Себе дороже будет. Себе дороже будет. Теперь днем на озере вы кое-кого забыли отвезти домой. Нужно вернуться назад. Извиниться и исправить ошибку. Совсем охренел, дядь? Слышь, дядь, мы ничего не видели, да, Дань? И никого не слышали Не слышишь? Я тебе болтать не советую Язык твой, враг твой, как говорится Так что, пошел нахер отсюда вообще Внимание, да Лёва, что это было? Да гримник из лес пришел, не обращай внимания, нормально все Я тебе говорю, что завтра с утра в бурзале Потом Стоять сюда, взлетай Эй, ты что делаешь? Козер Никогда не оскорбляй людей без причины И не используй ругательных слов Если ты такой великий знаток афоризмов Никакого спортзала не будет У вас 12 часов, чтобы пойти в полицию и написать явку с повинной Иначе я вернусь и выхорю глаза тому, кто ничего не видел Отрежу уши тому, кто ничего не слышал И вырву язык тому, кто предлагал меньше болтать У вас 12 часов, время пошло Почти все согласились продать свои участки по нашей цене Так легко? Против лома нет приема А что значит почти все? Кто-то не соглашается? Да есть тут один, Владимир, но я его дожму Поторопись, нам надо все подготовить, пока у меня прическа не подрастет А потом приплывет китайец на своей яхте Сюда? В Сочи? Да, через полгода все лесные участки должны быть перед на китайцу Иначе нам не сдобровать Да, сынок Пап, пап, на меня напали и избили, слышь, пап Кто напал? Ты лесник этот, урод, Андрей Избил меня и пацанов в ресторане, угрожал еще Оставайся на месте, я буду утром Сенатор, я отъеду Дело есть с одним лесником Бородача, ты хозяин? Знаешь, где лесник живет? Собирайся Что ты моя хорошая, соскучилась? Иди, я тебе воды налью Альба? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ 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 МУЗЫКА Андрюха, 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 от твоей глаза, наши летят, не умирай, брат, дома сестренка ждет, мы спасены, брат, брат, только не умирай, мы спасены, брат! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Поглядись, пора дать где-то здесь. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Элли Снег, выходи, поговорить надо! Кто это? Кто там? Успокойся, я разберусь. Что им надо? Вика, ты можешь смело возвращаться домой и жить без страха. Никто и никогда больше не посмеет упрекнуть тебя. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА О, какие мы смелые! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Крыша поехала, лесник. У тебя всего два выстрела. На что ты надеешься? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Каждый человек надеется и верит в справедливость. Особенно, если эту справедливость вершишь своими руками. Твой сын уже сдался полиции? Или он хочет оказаться на том месте, где твой убийца? Где Бородач? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Дохлый! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Зачем ты ввязался в это дело? Что это я себе возомнил? Кому нужна эта гулящая девка? Я не трогал тебя. Ни в какую полицию. Мой сын не пойдет. А вот ты ляжешь в землю. Причем навсегда. Мощи! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну вот и все лесник. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ставим подпись. Подпись справа, снизу. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА А, аккуратнее! А, 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 О, убери руки! А! 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 А, а! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ЗВУКИ Да, что вы за люди такие? Сумка. Хорошая моя Альба. Алло, Володя, добрый вечер. Алло, слушаю тебя. Андрей, Андрей, мне надо, чтоб ты помог. Алина, Алиночка, доченька моя, помоги ей. Спаси, защити, если я не вернусь. Алло, Володя, алло, ответь, в чем дело? Алло! Алло, да что ж это такое? Алина, добрый вечер. Где отец? Ой, дядя Андрей, а папа в Москву уехал. В Москву? Зачем? Встречаться с какими-то людьми. Сказал, что они хотят у него участок леса забрать. Что значит забрать? Папа сказал, отнять хотят. Кто такие? Ты знаешь? Нет, он ничего не сказал. Просто взял сумку с документами и уехал. А про участок я из его разговора поняла. А что случилось, дядя Андрей? Ничего. Если он позвонит, набери сразу мне. Ты поняла? Хорошо, хорошо, дядя Андрей. Папа мне всегда говорил, если что, во всем слушаться вас. Володя, что случилось? Это не Володя, это сержант Никитин. Ваш знакомый, мы тут тело его нашли. Владимир, если знаете его родных, сообщите им, что он умер. Умер? Да. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Вскрытие показало, что смерть наступила от разрыва сердца вследствие инфаркта миокарда. Он никогда не жаловался на сердце? Ну, не жалуется. Никто не жалуется в первый раз. На то он и называется. Острый инфаркт. Должна быть другая причина. Владимир звонил мне прямо перед смертью. На него напали. Напали? Угу. Вы почему в верхней одежде? Я вас слушаю. Он по поводу ночного вскрытия. Утверждает, что на него напали. Напали? Обращайтесь в полицию напали. Пойдемте. У нас сегодня две операции запланировали. Часы приема. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Внешних признаков насильственной смерти нет. Телефон и деньги не украден. Вскрытие показало. У мужчины был инфаркт. В общем, чистый жмурик. Что вы еще хотите? Владимир за минуту до смерти столкнулся с какими-то людьми на улице. Откуда вам это известно? Он мне звонил в этот момент. И что? Он назвал вам какие-то имена? Или, может, кричал, помогите? Владимир не стал бы кричать. Значит, и в помощи не нуждался. Вы сняли данные с камер наблюдения на улице? Да зачем? Я же вам сказал. Это чистый жмур. Доследственная проверка завершена. Родным и в морг вышлют оповещение. Все. У меня дела. Зачем я вообще здесь распинаешь? Вы сказали, телефон и кошелек были при нем? Да. А сумка? Сумка. Не было никакой сумки. Сумка была. Алина, это я. Да, дядя Андрей. Ты говорила, что папа уехал в Москву с какой-то сумкой. Алиночка, Алиночка. Присядь, успокойся. А что в ней было, понимаешь? Не переживай, девочка, не плачь. Удолетел на один день, вещей не брал. Там были документы, только документы. По участку и по фирме. СМЕХ И как? Тебе понравилось? Понравилось. А и что нарисовали? Машинг. Иди, сынок, посиди пока в машине. Как ты меня нашел? Это не важно, Денис. Этот человек был моим другом. Он умер вчера на одной из московских улиц. Лежит сейчас в морге. Нужно узнать точную причину смерти и по возможности имена людей, с которыми он до этого встречался. Это не мой профиль. Ты знаешь, сейчас все очень сложно. В другие времена. Погибший занимался лесными заготовками. Кажется, эта тема тебя интересовала раньше. На обратной стороне мой номер телефона. Поторопись, полковник. Времени совсем нет. Продолжение следует... Да какого хрена ты трубку не берешь? В конце концов, трубку хоть возьми. Ах, ёкарные бабай. Да, племяш, привет. Какие проблемы были у Володи и с кем, ты знаешь? В Москву уехал Володька, да. Но там у хозяина крыша была, сенатор какой-то его крышевал. Но хозяина не стало. Этот сенатор скупил здесь все земли, чтобы китайцам продать. Китайцам? Ну да, все согласились, а Володька нет. Ну и поехал на разборки в Москву. Один? Один поехал, один. Да вы же борцаи все лесники-то, да? Вот и поехал. Нельзя было его отпускать. Да кто ты такой, чтобы не запрещать-то, а? Ты тоже там один? Один. Немец, это первый пост. Зайди на минуту. Иду. Ну что там? Да вон уже десять минут крутится, а тут все звонит кому-то. Да. Слушай, может, ваши к нам кого-то послали? Исключено, вопрос закрыт. А что? Это тип какой-то странный. Трется возле офиса. Настырный такой, бородатый. Ну да. Он ко мне сегодня тоже приходил. Требовал записи с камеры видеонаблюдения. Выясни, кто это и скини мне. Угу. Господи, куда? Да. Владимир приезжал к Аркадию Носкову по прозвищу сенатор. После смерти небезызвестного тебе хозяина, сенатор решил прибрать к рукам все лесное хозяйство в вашем районе. Да. Слушай, а ну-ка потряси дядю. Этого, бородка что ли? А что там еще кто-то есть? Умер твой знакомый сразу после выхода из его офиса. Причину смерти узнал? Да, узнал. Укол сильнодействующего препарата, который вызвал мощный выброс адреналина в кровь. Андрей, будь осторожней. Он ведь действительно сенатор. Его не дадут тронуть просто так. А мне плевать. Он за все ответит. Ждем кого-то. Не вас точно. А ты борзый. Слышь, вали отсюда, пока ноги не переломали. А что если я останусь? Ты что, бессмертный? Я не понял. Тогда придется переломать тебе ноги. И прогуляйся с костылями. А? Я еще, пожалуй, немножко погуляю. Ну, ты сам напросился. Продолжим разговор. Сейчас ты вернешься к своим и скажешь, что мне нужен сенатор. Твай. Как дети. Генерал Емельянова. Слушаю. Добрый вечер, Сергей Николаевич. Полковник Крапивин. Носков Аркадий Леонидович, сенатор, которому вы интересовались, может сегодня простудиться. Вот как. Что и в больницу сляжет? Так что и врач может не понадобиться. Вот что. Держите все под контролем. Возможно, появится шанс прижать его. Так точно. Извините за инцидент. Наши ребята не самые воспитанные. Кого вы ищете? Сенатора. Сенатор очень занятой человек. Зачем он вам? Вчера вечером мой друг потерял здесь сумку с документами. Лучше, если бумаги вернутся к дочери друга. Лучше для кого? Для всех. Иначе может случиться, как с хозяином. Здесь мой номер телефона. Пусть сенатор со мной свяжется, когда наведет справки. Я передам. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Алло. Мы встречались сегодня. Шеф предлагает увидеться. В центре. Через два часа. Идет? Называй место. Улица Пономарева, дом 15. Он придет. Эй, Лисник, прыгай в машину, поедем домой к Аркадию Леонидовичу. К кому? К сенатору. А что, он сам не приехал? Приболел. Садись, или мы сваливаем. Спокойной ночи. Ну что, нас эвакуируют или нет? А все, эвакуировали, брат. Мы хотели пообщаться? Сенатор. У меня мало времени. Кто заказал убийство хозяина? На кого ты работаешь? Кто прислал тебя за документами? Да пошел ты, кусок дерьма. Вы убили очень хорошего человека. Я приехал, чтобы забрать документы и вернуть его дочери. И предупредить тебя, чтобы держался от нее подальше. Совсем страх потерял? Слушай сюда. Ты или слишком борзный, или просто придурок. Неужели тебе непонятно? Ты уже труп. У тебя осталась последняя возможность умереть легко. Иначе будешь долго мучиться. Сдохнуть так же легко, как твоему дружку Владимиру, мы тебе не дадим. И вот еще что. Дочка этого Владимира не получит ни документов, ни леса. И сдохнешь напрасно. Ты! Качай его! Ты что ты тупишь? Свою твое! Качай его! Руки! Одика! Одика! Чисток! Аș�я! ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Уводите. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Пошел! Давай! ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Спасибо тебе. Теперь сенатору точно не отвертеться. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Понимаю, прости, но в нашем мире такие законы. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Куда теперь, лесник? Домой в лес. Там лучше, чем в этом вашем мире. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Стоять! Лицом к стене. Руки! Ты когда меня отсюда вытащишь? Не знаю. Моих возможностей не хватает. У них запись с вашим признанием и показания этого лесника. Запись можно признать фальшивкой. А этот придурок может навсегда замолчать. Все ваши люди, и прежде всего немец, сидят. А остальные не хотят работать без денег. Счета в России арестованы. У нас нет ресурсов для решения этого вопроса. Возьми деньги в Швейцарии. Не могу. Их заблокировал наш австрийский друг. В смысле заблокировал? Сказал, что вы не получите денег. Пока он не разберется, что у вас тут произошло. Слушай ты меня! Ты сегодня же сядешь в самолет и полетишь в эту гребаную вену. Скажешь Майеру и всем остальным, кто за ним стоит. Я не буду долго молчать, если меня отсюда не вытащат. Меня и немца. Ты меня понял? Да понял я. Все понял. Детухань, забери меня отсюда. Мы найдем людей, которые возьмут вину на себя. В деле только один свидетель. И он может замолчать. Откуда взялся? Кто это такой? Бывший вояка. После ранения работает лесником. Мы разбирались. Случайный персонаж. К бизнесу он не имеет никакого отношения. Поймите, надо просто вытащить сенатора и начальниковой службы безопасности из тюрьмы. Они разберутся с лесником и дело закроется. Я не верю в это. Как писал Сунь Цзинь, если ветер ломает ветки, то ищи того, кто послал этот ветер. Мы все проверяли. Так что мне сообщить сенатору? Мы отправим сенатору послание. Пусть ждет. И все? Мой водитель отвезет вас в аэропорт. Вы все слышали, господин? Да, мы не позволим шантажировать себя. Пусть сенатор получит послание, которое заставит его держать язык за зубами. Хорошо, мой господин. Что нам делать дальше? Отправляйтесь в Россию, Майер. Разберитесь, кто такой этот лесник. Русские могут узнать о наших действиях не только в лесной отрасли. Это недопустимо. Аудитор сенатора, женщина по имени Наталья, имеет доступ ко всей информации. Тогда надо, чтобы эта женщина погибла от рук этого лесника. И никто не сможет привязать нас к этому делу. Вы меня хорошо поняли, Майер? Да, мой господин. Пошлем послание. Надо подождать. Депилы, блин. Нас всех убьют. Он не понимает. Депилы, блин. Не, ну серьезно. Я же говорил уже. Дядь Вов, не стоит на охоту ходить. Достали меня егеря. Говорят, уже не сезон, а твой дядя всю живность вокруг стреляет. Ну, он же все есть в магазине. Ты только скажи, что надо. Я привезу. Слушай, сам жри свое магазинное мле. Смотри, лицензию отберут, засудят еще. Пусть отбирают. Я сам они в суд подам за пенсию. Я этому судье в глаза еще посмотрю. Давай, все, езжай отсюда. Все, некогда мне. Вот он. Скала, скала, я Беркут. Объект начал движение. Слежу за ним. Беркут, понял. Выдвигаемся. Давай, давай, поднажми, а то упустим еще. Ё-моё, куда он растворился? Да блин, непонятно. Может, направо повернул? Тормози. Пойду-ка проверю. Кто вас сюда послал? Говори. Или вслед отправишься за своим дружком? Ну? Я не знаю, ничего не знаю. С кем вы связь держите? Ну, говори. Скала, скала, мой командир. Что за скала? Позывной. Больше ничего не знаю. Скоро тебе позвонят, и ты будешь выполнять все приказы. Всего бы это. И есть твое слабое место. Вы кто такие? Ну, что, его в багажник? Кого в багажник? Ты, щенок! Грустите его! Дядь Вов, ты где? Кто это? Слышишь, лесник? Хочешь увидеть его живым? Убьешь одну бабу. Фото сейчас тебе скинут. Снимешь все это подробно, так, чтобы тебя тоже было видно в момент убийства. Понял? Видео перешлешь мне на этот телефон. У тебя 24 часа, лесник. В Ростов. Сегодня у нас с вами очень полезная и интересная тема. Темперамент и его виды. На прошлых занятиях мы с вами разобрали свойства личности, а именно какие. Индивид. Да, дядя Андрей, здравствуйте. Алло, Вика, ты можешь говорить? Да. Здравствуй, Вика, здравствуй. Скажи, среди твоих друзей-студентов есть продвинутые ребята? Такие, которые разбираются в современных интернет-технологиях? Да. Да, есть такой парень. Отлично. Он мне очень будет нужен. Хорошо. А теперь перейдем к тесту Александра Лугарева. Светлана Павловна, можно выйти, пожалуйста? Хорошо, но только на минутку. Есть дело. А мы с вами разделили типы темперамента, а именно холерик. Она аудитор. Работает у этого мужчины. Вы с ним знакомы? Виделись недавно. Скажи, а ты можешь узнать ее телефон? Пять сек. На нее зарегистрированы два номера. Оба активны. Переслать их вам? Лучше запиши на листке. Спасибо, Илья. Будь на связи. Возможно, сегодня понадобится твоя помощь. Конечно. После того, что вы сделали для Виктории, я все сделаю. Скажи, а ты можешь узнать, кто последний звонил на этот телефон? Но мне он очень сегодня нужен. Я его заберу с собой. Сейчас определим номер и буду искать. Но на это понадобится время. Спасибо. Привет, Руслан. Привет. Мне нужна твоя помощь. Не надо. Не трогайте меня. Freddy. Вашу! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 Шваль, ты все решил с сенатором? Да, как приказали. Ночью наш человек заступит на вахту и все сделает. Да блин, как долго ждать. Ты можешь позвонить своему человеку в полицию, узнать, что там с лесником. Хорошо. Маловань, немного бушлатец. Просил же вы кельку пить. Руслан, жди 20 минут и выдвигайся. Хорошо. Добрый день. Я ваша участковая. У нас тут усиление режима. Проверка паспортов. Ну, такая процедура, чисто формальная. Сколько людей вдали? Минуточку. Скала, тут паспортный режим хотят проверить. Что делать? Полиция? Нельзя его сюда пускать. Спокойно. Это обычный участковый. Дадим денег, он уйдет. Пусти его и проверь территорию, все ли в порядке. Понял. Встал. Если этот полицейский что-то почувствует, сразу убей его. Добрый день. Добрый день. Добрый день, проходите. Разрешение на ствол имеется? Имеется, командир. Колоритный составчик. Скала, вроде все чисто. Возьми деньги. Мы здесь с ребятами отдыхаем. Не многовато ли? Давайте-ка проверим все ваши помещения. Заодно и разрешение на руки. Да ты мент оборвешься. На полиции. Добрый день. Готовься. Разрешение на ствол. На полиции. На полиции. Добрый день. На полиции. Слышите. Тихо, тихо. Сделай им иначе. Шивой? Да, нормально. Где они? В бильярдной. Патроны есть? Да. Андрюха, где дядя? Отходи. Пошел, стой на месте. Если ты хочешь, чтобы он уже... Тихо, тихо. Сделаем им иначе. Вы сейчас отпустите дядю и мы дадим вам спокойно уйти. Договорились? Не тебе решать, что ик. Сейчас мы с твоим дядей сядем в машину и уедем отсюда. А ты пойдешь в больницу и сдашься им. Ведь ты убил эту женщину. Тебя я ищу, ты слышал? Рано радуешься. Руслан, покажи свое кино. О, ага. Шивайная. Извините, пожалуйста. Вы думаете, они поверят? Эта запись уже есть в полиции. Вряд ли они меня арестуют. За то, что я палил вареньем женщину в паркинге. Шивайная. Какой ты паршивый лесник разрушил все. Сука, я тебя не увижу. Что ты делаешь? Что ты делаешь? Дядя. Кули так долго? Племяш! Вперед, вперед, вперед! Давай, давай, давай! Вперед, вперед! Отошел! Уже? Тихо, тихо! Тихо, тихо! Тихо, тихо! Не дергайся! Кажется, сенатор, вы никому не нужны. Я все расскажу. Я все расскажу. В итоге ликвидирована вся группировка. Посредник, гражданин Австрии Зигфрид Майер, скончался по дороге в больницу. Да, Денис Александрович, необычный у вас товарищ. Неужели он провернул это все самоделем? Практически, да. А что с закачкием? Кто он? Работаем. Пока непонятно, но думаю, скоро все узнаем. Не сомневайтесь, Сергей Николаевич, ему теперь точно надо избавляться от сенатора. Будете брать на живца? Так точно, товарищ генерал. Дерзайте. Скала думал, сенатора грохнет конвоир в тюрьме, а на лесника спешим убийство бабы этой, сенатора. Сначала все хорошо было, а потом пришел этот, пришел лесник с ментом каким-то ряжем и всех перебили. Я потерял все. Взятки, которые раздал чиновникам. Потратил годы, чтобы наладить отношения с Россией. А теперь даже мой корабль не может заплыть в русский порт. Я инвестировал огромные средства в башнице, а сейчас я даже не могу вернуться обратно в Китай, потому что сяду там в тюрьму или просто исчезду. И все из-за того, что куча придурков не смогла разобраться с каким-то лесником. Убейте лесника и приведите ко мне сенатора. Только тогда получите деньги. У вас три дня. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А ты че за херня, Боря? Наверное, попугать нас хотел. Что зарежет, как эту свинью зарезал. Это главное, смотри. С пацанами только не облажайся. Ты в мое дело не лезь. Я свое дело знаю. Главное, чтобы бабки вовремя были. Ладно. У тебя 24 часа. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Заключенные, 212-654. На выход. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Руки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Куда это меня? На допрос в прокуратуру. В город поедете. Прогуляйтесь. Забирайте его. Встать. Едут. Работаем чутко, парни. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Опа, а это что такое? Что будем делать? Ну, приостановись. Давай спросим, что хотят. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В чем дело, сержант? Здравия желаю. Сержант Красавин. Пятый отдельный батальон ППС. Кого сопровождаем? Зэка везем в город. А вы что, сообщения не получали? Никак нет. А документы можно? Какие документы, сержант? Ты не видишь, следственный комитет едет. Вот. Ребята, я ж только по инструкции работаю. А можно, пожалуйста, ли сопроводительный? А? Можно. Держи. Благодарю. Сенатора, значит, сопровождаете, да? Да. А что? Да нет, ничего. Что-то ты какой-то, сержант, небритый. Не по уставу и кобура у тебя расстегнута. Внимательность, сука. Все, ребята. Что, мясо хочешь? Ты моя хорошая. Проголодалась. Лови. Кого это там принесло? Только грызи на улице. Илья, я быстро. Не торопись. Дядя Андрей, добрый вечер. Добрый вечер, Вика. А что ты так поздно? Что-то случилось? Нет, все хорошо. Мама днем пирог испекла, сказала вам привезти. А мы, правда, немножко задержались. Я его знаю? Это же Илья. Помните его? А, ну, тогда я спокоен. Товарищ полковник, разрешите доложить. Слушаю. Пять часов назад вооруженная группа похитила сенатора Носкова Аркадия Леонидовича. Погибли трое полицейских и сотрудник следственного отдела. Свободен. Есть. Маме спасибо, скажи. Как она? Не болеет больше? Да нет, слава богу, не болеет. Вы трубку берите, а мы поедем уже. Хорошо? Давай. Азаповна. Да. Андрей, сенатора отбили у охраны. Что? Четыре трупа будут в здоровье. Они могут забраться и до тебя. Николай, Николай! Прыгай! Прыгай! Ай, у меня нет! Николай, тихо. Тихо, дядка. Беги до мной. Вперед! Гасим, Флорей. Девку вижу. Объект не наблюдаю. Ваши эспангов. Что? 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 Вперед! Вперед! Да. На меня напали, полковник. Ранена девушка. Пулевое в грудь. Пришли эвакуацию. Срочно! Не отключай телефон. Отследим сигнал. Вика, помощь уже едет. Держись. Потерпи немного. Очнись. Очнись. У тебя есть только один способ выжить. Рассказать мне все. Да пошел ты! Сука! Я буду увеличивать разряд каждый следующий раз. И если быстро не услышу нужного мне ответа, я поджарю тебе мозг. Кто твой хозяин? Ну, продолжим? Или будешь говорить? Что-то мне подсказывает, ты будешь говорить. Нет, нет! Я скажу. Я скажу все. Слушаю. Ну? Заказчик. Заказчик не местный. Китаец. На яхте сидит. Где его найти? В Сочи. В акватории. Где-то в нейтральных водах. На яхте на своей. Кто кроме твоей группы еще есть? Посредник. Он нас и нанял. Работал раньше на Макао. Знакомый какой-то китайца. Где его найти? Мы должны были утром встречаться за Сочи. На площадке под мостом для прыжков. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Да. На меня напали. Вику ранили, а ее парня Илью убили. Нужно искать какого-то китайца на его собственной яхте в районе Сочи, в нейтральных водах. Андрюх. Андрюх, я поеду с тобой. Нет. Я должен все вычислить сам. Порт 13-49. Подтверди позицию. По приборам еще три километра до дома Лесника. Хорошо. Будьте предельно аккуратны. В доме раненая девушка. Погода меняется. Найдите площадку и сажайте вертолю. Понял вас. Вы побыстрее можете. Я на силу уже приготовлю. Сама ради Арсенова. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Черт подери, а. Где же ты? Еще везти этого к китайцу. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА А это кто? Это старший. Его мотоцикл. Пошли. Ну, наконец-то. Где все остальные? Сейчас подъеду. А что с голосом? Ты кто такой вообще? А ну, жлев сними. Вали его! Вали его! Субтитры создавал DimaTorzok Дядя Вова, где они есть, да? Свою мать! Дядя Вова, где ты? Ну, наконец, забрались рыбачки Дядь Вов, ты на хрена мобильник выключишь? Ну, смотри, какие красавцы! Андрюхе проблемы. Девчонка ранена, ее пацана убили. Мы должны ехать, срочно! Где он? Надо искать какого-то китайца в Сочи. Нейтральных водор. Может, обратимся к нашим погранцам? Девчонка ранена, ее пацаны, ее пацаны Ты знаешь, у меня нет времени, поэтому тянуть не собираюсь. У тебя есть всего три минуты, чтобы сохранить себе жизнь. И если не услышу нужного мне ответа, то останешься висеть здесь, пока не сдохнешь. Ты понял меня? Да. Где стоит яхта? Двадцать пять морских миль на юго-юго-запад от морского порта города Сочи. Точные координаты. Координаты. Они же меня завалят. Говори. Все, все, скажу. В машине, смартфон, там координаты найдешь в записной книжке под ником обезьяна. Как ты собирался добраться до яхты? На катере. Стоит в рыбацком порту. Тридцать первый причал. Там и рация. Связь по ней. Позывной. Охотник один. Ну, ну, без сенатора туда лучше не ехать. Лесник, я ж тебе все сказал. Отпусти меня, я сдохну здесь. А-а-а-а-а! Ну, вот и встретились, сенатор. Иди, мразь. Почему здесь не убьешь? Заткнись. Зачем везешь на яхту? Хочешь с моей помощью попасть на борт? А если я сдам тебя китайцу, не боишься? Китаец убьет тебя в любом случае. Сдашь ты меня или нет. У тебя есть один шанс выжить. Подняться со мной на яхту и отвлечь китайца. Пока ты будешь с ним болтать, я убью всех. А потом? Мерзота. А потом ты вернешься в тюрьму. И отсидишь все, что вынесет тебе суд за смерть Володи и других людей. Ясно? Я не верю в успех твоего предприятия. Но сделаю, как ты сказал. Не потому, что боюсь смерти, а потому, что устал жить, как крыс. Охотник-1. Охотник-1. Прием. Охотник-1. Охотник-1. Вас слышим. Груз с вами? Груз с нами. Готовьте финансы. Внимание. Прием. Два объекта на катере подплывают к яхте. Внимание. Прием. Два объекта на катере подплывают к яхте. Хозяинка. Сенатора привезли. С ним еще какой-то человек. Что делать будем? Приводи. Ага. Два объекта на катере подплывают к яхте. Вперед. Это китайцы. Садись. Деньги давай. Этот деньги требует. Отдай. Не будем тянуть. На кого оформлены все активы? Я выписал доверенность на адвоката, которого убил Майер. Я тебе не верю. Я буду отрезать тебе палец за пальцем, а потом приступлю к другим частям тела. Лучше тебе рассказать все и сразу. Хорошо. Дай мне бумагу и ручку. Я напишу договор. По переуступке прав, требования и укажу счет на предъявителя в швейцарском банке. Игорь! Листок и ручку. Пересчитать не хочешь? Может, мы ошиблись. Чия! Пиши! Погранцы – молодцы. Координаты точно указали. Когда они будут? Обещали вмешаться через пять минут после начала Шухера. Ну, это нейтральная зона, и просто так им сюда нельзя. Тогда поддержим Андрюшу! К ходу, Руслан! Кепку сними. Я сказал, кепку сними. Хозяин, он мне знаком. Посмотрите. Это он. Лесник, убей его! Это из-за тебя все. Душман проклятый! Ай! Дядя! Брат, не умирай! Не умирай, брат! Брат! Открой глаза! Открой! Брат! Наши летят! Не умираем, брат! Мы здесь! Мы здесь! Мы здесь! Андрюха, брат! Как ты, брат? Живой? Андрюха, живой? Живой, Андрюха! Ну, говори, брат! Отвези меня домой! Живой собака! Пошли-пошли-пошли! Пошли-пошли-пошли! Спецназ, лежать! Здоровый, доложи обстановку. Все прошло нормально. Ваш человек жив. Но есть нюансы. Китаец, сенатор и неопознанное тело под водой. Хорошо. К вечеру жду доклад. Операция завершена, товарищ генерал. Китайцы, сенатор, погибли. Вся преступная схема с отъемом и скупкой с грошей земли и лесных угодий раскрыта. Китайские товарищи открестились от своего гражданина. Говорят, что он действовал по собственной инициативе. Понятно. А как там ваш лесник? Выкарабкался? В плане физического здоровья жить будет. По крайней мере, должен. Ну, а в остальном? А в остальном все плохо. Отказывается с кем-либо общаться. Винит себя в смерти молодого парня и ранения девушки. Товарищ генерал, я хотел бы, конечно, с вашего разрешения не задерживать лесника. И расследование провести, не привлекая его к допросу малышным ставкам. А этот человек многое пережил. А еще больше сделал. Пусть отдохнет от всех нас. Это я во всем виновата. Если бы мы тогда не опоздали, Илья, Илья был бы... был бы... был бы... жив. Нет. Моя девочка. Здесь уж точно твоей вины нет. А ублюдки уже наказаны. Дядя Андрей. Спасибо. Дядя Андрей. А-а-а. А-а-а. Он точно придет? Руслан. Андрюха. Мама-а-а-а. А-а-а. 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 Жить так больше не могу. И подальше, чтобы не видеть всего этого. От судьбы не убежишь, от себя не спрячешься. А? Точно. От одиночества. На, возьми в подарок от дядьки. Пусть заменой вулкану будет. Спасибо. Дядя Вов, я дом закрыл. Машину пристроишь? Не переживай. Пристроим, Андрюх. Пойдем, барон. Андрюх, а где тебя искать-то? Оставь его. Пусть побудет один. Пойментируем. Пойментируем морю. Пойментируем и надеяем. Пойментируем морю. Пойментируем. А как только что? КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Казахстан! Добро пожаловать в 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 Казахстан! Ну, что говорит наша крыша? Говорит, забыть про Москву. Все под колпаком. А за что мы деньги им платим, уроды? Все ужесточается. Он сказал искать варианты в провинции. Там контроля меньше, откупиться проще. Что будем делать? Что делать? Искать. Обратной дороги нет. Ну же, ну же, давай, давай. Алло? Алло, Миша? Да, это я. Батарея садится, у меня мало времени, мы в горах. Слушай, ну, Кать, если я не приеду, можешь сделать отчет по азиатскому фонду? Да, хорошо, сделаю. А ты где? Кать, я не знаю, в домике у лесника какого-то. Кто он тебе? Миша, он мой парень. Мы с ним скоро женимся. Ясно. Отчаянный парень. Это из-за него ты сегодня упала? Миша, это же огромные деньги. Не меньше двух миллиардов, как я поняла. И это только первый транш. Миша, он такой с детства. В детском доме вообще никого не боялся. Сирота? Угу. Оба. Росли вместе. Я тоже. Сирота. А кто это такие? Частный инвестор. Мы пробовали с ними связываться, но они не отвечали. А теперь они позвонили сами. Слушай, это интересно. Еще бы. Ну, так что мне им ответить? Подожди, да я подумаю. Там же только комиссионных на 60 миллионов. А где вы живете? В Сочи. Всегда мечтали переехать к морю. А вы здесь живете? Да. Один? Угу. Семьи у вас нет? Нет. Ну, как-то это неправильно. Человек – существо социальное. Ему нужно о ком-то заботиться. Может быть, вам тоже надо взять ребенка, усыновить его? Эта мысль мне в голову никогда не приходила. Хотя, наверное, одинокому мужчине, живущему в горах, вряд ли дадут усыновить ребенка. Кать, давай так поступим. Я сам лично приеду и… и сам займусь этим переводом, окей? Все, давай. До связи. До связи. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Трррр. Стой, Черныш, стой. Тррр. Стой. Ну-ка, опа. Ура! Вот. Я написала наш телефон и адрес. Звоните, если что. А мы к вам обязательно на следующий год приедем. Спасибо вам за все. Ну-ка, пошла. До свидания. Спасибо вам большое. Будь здоров, Миша. Сотрудница фунда, Екатерина Вебер, подтвердила, что они готовы перевести наши деньги на кипрский офшор, купить европейские акции и заложить их в банки на Бермудах. Деньги после оформления залога переведут на наши счета в американских офшорах. Мы теряем не более 17 процентов. Нас это устраивает. А откуда этот Михаил Симонов? Они давно отправляли нам предложение о сотрудничестве. Это инвестфонд с офисом в Сочи. Спасибо. Не боитесь, что кинет? Деддом, родных нет, одна невеста. Он может рискнуть, а давить будет не на кого. Опасно, конечно, но другого выхода нет. Мне ставят жесткие условия. От денег надо избавляться. Если что, твои люди из полиции в Сочи помогут? Возможно. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Капучино без сахара. Как ты хотел. Угу. Ты что, сделал этот перевод? Миша, ты согласовал его с финмониторингом? Да там все нормально. Надеюсь. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Как знаешь. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Катя, а ты куда? Что? Финмониторинг. Миша, у нас проблемы. К нам пришел запрос полчаса назад. Это не просто формальность. Моя подруга из Минфина говорит, что следом к нам придут с выемкой документов. Черт. Деньги же ушли. Нужно срочно удалить все платежи. Подожди. Почему ты так решил? Это вызов на допрос. Да? Михаил, а почему мы до сих пор не увидели наши деньги? Потому что вы не предупредили о происхождении этих средств. Сейчас у меня в руках запрос по нашей сделке. Завтра меня вызывает Следственный комитет. Этих причин достаточно? А какое это имеет отношение к нашему договору, а? Вы лучше скажите, где они сейчас находятся? В надежном месте. Как только разберусь с правоохранительными органами, я вам наберу. Собирайся, полетишь в Сочи. Что с ним делать? Не дай заговорить. И ищи деньги. Поехали. Здравствуйте. А вы Андрей? Добрый день. Да. Меня Надя зовут. Я из поликлиники. Ваш дядя попросил зайти к вам. Дядька? А что с ним? Не волнуйтесь. С ним все в порядке. У него просто сахар поднялся и давление начало скакать. Еле уговорила его поехать в санаторий на лечение. Упрямый, конечно, дядь Вова. Могли бы позвонить. Стоило в такую даль идти. Но это еще не все. У меня нож есть. У него ручка обгорела. Скажите, вы могли бы сделать новую? Под мою руку. Ну, дядя Вова сказал, что лучше вас никто не сделает. А не проще купить новый? Нет. Он от мужа остался. А что с ним? Погиб. Десять лет назад. Ну, так как? Сделаете? ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ А… Миша, что происходит? Не время объяснять. Что-то случилось? Вера, послушай, ты можешь не задавать вопросов? Просто возьми деньги и документы. Откуда у тебя пистолет? Ты во что ввязался, Миша? Послушай, я принял в фонд деньги каких-то чиновников. Они оказались украдены у государства. Завтра меня вызывают на допрос, я собираюсь все рассказать. Сейчас мне самое главное увезти тебя в безопасное место. Ты это понимаешь? Еще. Я зашифровал все последние транзакции. Вот. Это код на электронный ключ. Отправь его надежному человеку. Ни в коем случае не говори, что именно это за код. Поняла? Отправь срочно и сожги ее. Нет, 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 я не буду. Вера, соберись. Этот код гарантия нашей безопасности. Ты это понимаешь? Если что, Катя знает, где искать деньги. Но без этого ключа ни у кого доступа к деньгам не будет. Отправь ключ и уничтожь бумажку. Но кому-кому я могу ее отправить? Я не знаю! Что это? Не бойся. Миша, не надо. Будь здесь. Миш! Миш! Лесник? Лесник? Лесник! Ты отправила код? Сейчас, сейчас. Давай быстрей. Где они есть? Вот они. Михаил, открой дверь! Мы все равно найдем! Вера, вызывай полицию! Срочно! Скорее! Миша! Миша! Алло, полиция! Миша! Черт! Ром, ей не ново. Она в полиции звонила. Но пришлось ей к обоим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дебил. Ствол давай. Дилетанты. Ноутбук, телефоны, ценные вещи. Забирайте быстро! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Это что? ЗВОНОК В ДВЕРЬ Да что ж такое! Может, случилось у них чего, барон? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ты чего натворил, а? Вы зачем его убили? Человеческий фактор, Марк Анатольевич. Надо было сначала деньги наши найти, а потом палить куда ни попадя. Придурок открыл огонь первый. Из-за твоего человеческого фактора мы бабки потеряли. Никто из сотрудников этого Михаила не знает доступ к конечным счетам. А я вам говорил! Это катастрофа! Мы нашли ее. Подожди. Так, слушай меня. У него в офисе есть сотрудница, Екатерина Вебер. Запомнил? Найдите ее срочно. Ты понял меня? Да. Действуй. Тихо, тихо, барон. Надя хорошая. Тебе понравится. Доброе утро, Надя. Ой, здравствуйте. Не ожидала вас увидеть так скоро. А что-то случилось? Вот, посмотрите. Поколдовали немножко с бароном. Уже готово? Великоват. Мне кажется, да. Ясно. Под свою руку примерял. Давайте я упакую. Когда приеду, переделаю обязательно. А вы куда-то уезжайте? В Сочи. Нужно встретиться со знакомой и поговорить по поводу усыновления из детдома. И вы хотите кого-то усыновить? Ну, думал об этом. Я сам с дядькой рос. Устал жить один. И если есть такой человек, который захочет назвать меня отцом… Вы поезжайте. Поезжайте, а если не разрешат. Приходите, что-нибудь придумаем вместе. Можно я у вас барона оставлю? А то ему в лесу одиноко будет. Ну, конечно. Барон, ну что, поживем с тобой, пока твой хозяин не приедет? Удачи вам. Спасибо, Надя. Мы вас будем ждать. Пойдем в дом, Барончик. Пойдем. Кравчук. Мам, мы с батиком во дворе будем. Здравствуйте. Добрый день. А ты не знаешь, что там случилось? Я слышала, там вчера кого-то убили. Да? А как их звали, не помнишь? Женщину Вера, а мужа я не знаю. Извините, мне пора. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Что-то не так с документами, майор? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Так я не понял, кем вы приходите к погибшему? Они были у меня в горах. Приглашали в гости. Ну, ничем помощи не могу. Выдающий информации по следствию, это уже должностное преступление. Послушайте, я просто хочу понять, что произошло. Узнаю и уеду обратно к себе в горы. Помоги ей, Кравчук. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Ну, в общем, вчера поздно-поздно вечером к ним в дом пробрался преступник. Ну, и хозяин стал героя играть. В ответ стал из травматов шмалять, дурак. На что преступник в ответ застрелил их обоих, но уже из боевого оружия. Все, преступника ищем. Из какого оружия стрелял нападавший? Так, разговор закончен. Освободите помещение. Ах, Кравчук. Эй, как у вас там? Контакты для связи оставьте. На всякий. Хватит капризничать. Бабушка и так скучает по тебе. А я вообще никого видеть не хочу. Ну, мам, давай не поедем. Знаешь что, вот помрем мы с отцом, останешься сиротой, тогда и будешь сама себе хозяйкой. Только учти, никому ты тогда нужна не будешь. Будешь совсем одна. И даже если пропадешь, то никто даже искать тебя не будет. Вон сколько вокруг ходит. Заступиться некому. Да? Денис, привет. Мне снова нужна твоя помощь. Надо разговаривать одного сочинского следователя. Это очень важно. Я понял. Поднимай наших в южном округе. Сделаем. Пришли первые результаты баллистиков. На бух застрелили из одного ствола, марка оружия, берета 92. Опираясь на показания свидетелей, можем назвать почти точечное время гибели. 23-15, 23-20. Так, что еще? Информация с камер отсутствует. Камера на соседнем доме была отвернута. Ну, собственно, это все. Можно взглянуть на описание места преступления? Тебе не кажется странным, майор, что в каждого попало всего по две пули? В грудь и в голову. Большую пуль в доме не нашли. Значит, стрелял профессионал. Да не наркоман какой-то. У нас же сейчас все специалисты. Там расстояние какое было? Да там пацан, который в компьютерные игры играет, попал бы. Я съезжу, посмотрю на место преступления. Куда? Так, послушай меня внимательно. Это мое дело, и туда лезть не надо. Ты вообще кто такой? Мне надо понять, почему они погибли, Кравчук, и найти убийцу. Сталон. Аккуратней, командир. Заходи. Пшел. Кто это к нам идёт? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Слушаю. Мой контакт в полиции сообщил. Появился человек, задаёт вопросы. За него опросили из Москвы. Спецслужба. Что? Этого ещё не хватало. Заказчики и так на нас наряжают, что не можем выполнить чего вовремя. Я понял. Мои действия. Следы заметай. Понял? И деньги ищи. Арман. А? Где тут наркоманы-то сядь, знаешь? Знаю. Давай туда. Подожди. Чёрт. Вот Чёрт. А-а-а. 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 А-а-а-а. Пусти. Тихо. Спокойно, спокойно, спокойно. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да. Алло, Андрей, приветствую. Майор Кравчук из управления полиции. Ну что, у меня для вас новость есть. Убийцу нашли. Как я и предполагал, наркоман местный. И что, сам признался? Да нет, он копыта откинул. Передоз. Во время осмотра при нем мы обнаружили драгоценности Веры Симоновой. Ну и ствол. Билеты 92. Отправили на экспертизу. Угу. Тебя водят за нос, майор. Во-первых, убийц было как минимум двое. И заходили они с разных сторон дома. А во-вторых, разве такое оружие есть у наркоманов? Они на дело ходят с ножами и заточками, а не с пистолетами Берета 92. И ты это прекрасно знаешь, Кравчук. Ну и что? А то. Кто-то очень не хочет, чтобы убийство было раскрыто. Я перезвоню. Сука. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Разрешите? Войдите. Ознакомьтесь, товарищ генерал. Присаживайтесь. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Наш лесник снова встрял в какую-то историю. Вы говорили, полковник, что он отшельником стал? Помог в горах девушке и ее мужу. Через пару недель их убили. Как раз перед тем, как муж вызвали на допрос по поводу возможного отмывания бюджетных средств. И наш знакомый выехал в Сочи, где они проживали. С какой целью? Видимо, устанавливают справедливость, как всегда. Это не наш вопрос. Пусть этим занимаются следственный комитет и коррупционщики. Андрей считает это дело важным. Лесник давно отошел от дел. И действует на свой страх и риск, жонглируя жизнями преступников. Это не наши методы, полковник. Нам нужны живые свидетели. Свободны. Есть. Кто вчера? Да как детей малых вызвали, непонятно. Так, стоять. Парни, я к знакомому. Он погиб два дня назад. Кроме него я больше никого не знаю. Не положено. Пропустите, пожалуйста. Очень нужно. Рассказал, не положено. Не надо фотографировать. А в чем проблема? Сейчас мы тебе объясним, в чем проблема. Серега, иди сюда. Что там? Ушел отсюда, идет спецоперация. Что непонятно? Все, все, ухожу. Откуда он взялся вообще? А этот бородатый куда делся? Да ушел, наверное. Этаж закрыт. Я к товарищу. Компания не работает. Проходит спецмероприятие. Мужчина, покиньте помещение. До конца операции посторонним здесь находиться нельзя. Моя фамилия Андоленко. Жду вас в прокуратуре в девять ноль ноль. Завтра на допрос. Мужчина, покиньте помещение. Сколько раз вам повторять? Что, глухой, что ли? Послушайте, это мои личные вещи. Не тромайте их. Что там? Здравствуйте. Кто вы? Я знакомый Михаила и Веры, лесник. Они гостили у меня в горах две недели назад. Что вам надо? Вы работали с Михаилом. Я хочу разобраться в причине их смерти. Послушайте, мне говорил что-то Миша про вас, но я вам ничего не скажу. Я ничего не знаю. У меня будут большие проблемы. Назад давай. Тормози. Еще назад. Кто это такой вообще? Мужик какой-то. Да вижу, что не баба. Давай, 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 давай. Да, Андрюха, задачку ты задал. Ну, я нашел эту тачку. Скажу больше. Теперь она катается с моим жучком. Пеллинг тебе отправлю. Будь аккуратнее. С такими номерами простые ребята не ездят. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Че, Нарел? На, посмотри. Это мне дружок из архива подогнал. В общем, лесник наш. Непростой пацанчик. Спецназовец. Боец подразделения антитерва. Пять медалей, два ордена. Вот так вот. Почему лесник? После ранения живет в лесу. Семьи нет. Этот Симонов с невестой были у него в горах недавно. Лазали по скалам. Оттуда ниточка и потянулась. Пенсионер, короче. Это все? Не совсем. Год назад этот лесник был замешан в истории сенатором и китайцем. А ну, подробнее. Китайца. Завалил он. И спокойно гуляет по лесу? Ну, заступили за него. Друзья из конторы. Значит, не совсем пенсионер. Типа не совсем. Так, бойцы. Решайте сегодня с этой Катей. Она где сейчас? Сидит на квартире. Олег ее пасет. Так, с лесником что будем делать? Он у меня на хвосте уже совсем сидит. Сначала с деньгами решим, а потом это. И пацанов прикрой, если там шум поднимется. Давайте, эй! Собирайся. Едем. Ты здесь остаешься. Может, пока не поздно, мы его все-таки… Деньги. Сначала деньги. Приятного аппетита. Ага. Ладно, побегу я. Я наберу. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Черт! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Так… Это ее тачка-то? Все за мной. Через балкон давай. Понял. Мы уже идем, девочка. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ЧТО вам нужно?! Сейчас узнаю! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Чего так долго? Блин, братан, третий этаж, кой и как залез? Тащи ее. Вырубил-то, на хрена? Сопротивлялся. Побыстрее. Кто вы? Что вам от меня нужно? Тихо. Молчи. И останешься в живых. У нас совсем нет времени. Ты знаешь, мы зачем здесь. Я сейчас уберу руку, и мы поговорим. Будешь кричать, красотка. Выбью все зубы. Поняла? Я, я, я объясню вам. Миша перевел финансы сам и никому не оставил информацию. Я знаю про счета, они есть у него в компьютере. Но доступа у меня к ним нет, понимаете? Нет. Доступ к деньгам есть только у того, у кого есть электронный ключ. А у меня его нет. Если нет, у тебя его. Тогда о чем говорить? Тебе же хуже. Найди алкоголь в квартире и влей в нее. Угу. Действуй. Нет. А ты вскроешь вены в ванной, за самоубийство сойдет. Нет. 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 Пожалуйста. Ты кого-то ждешь? Тихо. Тихо, тихо, тихо. Чего хотели? Доставка. Две пиццы и Маргарита. Отставь у двери. А деньги? Вы не оплатили же. Тут пиццу принесли. Черт. Ты заказывала? Ага. Открой. Задолбал ты. Косаря хватит? Тачку взорвали! Кто ты такой, блин? Не спеши. Цела? Почти. Не бойся, теперь все будет хорошо. Кто из них старше? Вот он. Каратист нашелся. Машина есть? Где ключи? Там. Бежим. Что? Что им всем нужно? Я ничего не знаю. Я простой сотрудник. Я не понимаю, почему они это делают. Смотри сюда. Вот это Вера мне отправила в ту ночь, когда на них напали. Что это может быть? Это электронный ключ. Зачем он мне? Это безыменной код доступа. И если известен номер счета, то доступно все его содержимое. Это то, из-за чего погибли Вера и Миша? Да. Значит так. Срочно уезжай из города. Я сам все решу проблемы. Потом вернешься? Нет. Я без вас. Я не поеду. И если я попаду к ним в руки, я сдам им вас. Я очень боюсь боли. Панически. Хорошо. Ты знаешь, кто мог отправить этих отморозков? Нет. Да. Да. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Тачку к черному ходу подгоняй. Быстро! Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Алло! Добро пожаловать в Казахстан! 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 Надю. Андрей! Все будет хорошо, Надя. Я обещаю. А что, с этими пойдем? Да, по ходу. Короче, как договаривались. Платим евро. На, смотри. Когда закончим, будет еще столько же. Устраивает. С оружием тоже нет проблем. Не хватит вашего, да укомплектуем. Ты знаешь, куда мы идем? Горный массив – это сорок километров в сторону северо-запада от горы Фишт. Но самим будет сложновато. Нам нужен проводник. Найдется такой? Да, ну, найдем. Лесник много кому там поперек горла встал. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Батарейки пальчиковые, пожалуйста. Держите. Спасибо. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Зачем нам это? Для встречи гостей. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Вы говорили, что у вас никого нет, кроме дяди. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Но это же не так. Та женщина, к которой мы заезжали, она ведь любит вас. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА С чего ты взяла? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Она смотрела на вас такими глазами, так может смотреть только влюбленная. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА А я так думаю, что если человека любят, значит, он не одинок. Да я видел-то ее всего три раза в жизни. Хм, а разве это имеет значение? Полюбить можно и с первой минуты. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Мне кажется, вы хороший человек. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Думаете, они найдут нас здесь? Можешь не сомневаться. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Вы правда здесь живете? Живу, Катя. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Да... В домике есть куртка. Надень ее. Всяко теплее будет. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Запоминай, Катя, уходим в лес и там разделяемся. Поможешь их немного отвлечь. И беги к реке. Дорогу запомнила? Да. А вы точно с ними справитесь? Посмотрим. Жизнь покажет. А если нет, то что тогда? Они убьют нас? Возможно. Послушай, там дальше в лесу связь прекращается. Если мы погибнем вдвоем, никто так никогда и не узнает, что случилось с Верой и Мишей. А справедливость должна восторжествовать. Согласна? Ага. Надо все подробно описать и отправить моему другу. Расскажи все, как оно было на самом деле, а я ему перешлю. Меня... Меня зовут Екатерина Вебер. Два года я работала заместителем директора инвестиционного фонда Михаила Симонова. Мишу и его невесту Веру убили бандиты. И за денег. Сейчас люди Марка Авилова охотятся за нами. Десять минут назад мы получили сообщение от лесника. Авилов действует через подставной фонд. Светлана, будьте любезны, оставьте нас. Угу. Здесь полное описание махинаций с выводом денег за рубеж, который осуществил Марк Авилов. Два миллиарда за один прием. Доказательства? Сообщение зачитано ключевым свидетелем Екатериной Вебером. А кто настоящий владелец денег? Пока неизвестно, но можем расколоть. Авилова так же, как раскололи в свое время сенатора. Проблемы сейчас другом, мы можем не успеть. Почему? Лесник ждет убийца. Так чего же вы ждете? Но вы же сказали не вмешиваться в это дело. Уже вмешались. Вы уже вмешались. Немедленно отправляйте опергруппу. Есть. Андрей. М? Я… Я могу чем-то помочь? Спи. Завтра будет сложный день. Точно? Точно. Ты пойми одно, Катя. Они идут за мной. Для тебя завтра главное – добежать до реки. Пришель. Фух. Так что знать… Время. Айф. Мне нужно. Гffective cicliptime все скорости. Да, потому что делать вниз в машину или поверхности? Время. И когда они спрашивают… Что были령 Л nos в год? Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну погоди секунду, не тарахти Да? Алло, Руслан, здравствуйте. Мне Андрей дал ваш номер Андрюха дал? Послушайте, здесь люди появились какие-то чужие. С оружием. Что? Я боюсь. Они приехали за Андреем. Да. К тебе едут гости. Они далеко? Будут минут через сорок. Помощь нужна? Да. Не помешало бы девушку спасти. Говори, что делать? Перекройте дорогу. Я не хочу, чтобы кто-то ушел. И встретьте девушку на той стороне горы у реки. Принял. Морячка подтяну. Рация с тобой? Да. Переходим на пятую частоту. Собирайся. Они скоро будут. Так быстро? Морячка подтянула. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Лесник, Лесник, прием. Да. Гости прибыли. Четыре машины. Дорогу перекрыл. Никуда не денутся. Принял. Добро пожаловать, гости дорогие. Здесь, налево. Ты точно знаешь, где его искать? Знаю. Тут у него охотничий домик, а дяде достался. Ты на хозяина работал? Да. По колесник его не пристрелил. Мне в тот день тоже заряд в бочину всадил. Падла. Еле выжил. Они на четырех машинах? Да. Разве одного ружья и каких-то палок хватит, чтобы спастись от них? С нами лес, девочка. И он на нашей стороне. Не отставай. Едут. Быстрее за мной. Далеко еще? Уже близко. Давай, давай, парни. Быстрее. На позицию. Давай, ты налево. Немец, проверь машину. Волшебник, расставь людей по позициям. Понял. Заходим. Не надо входить туда. Он же охотник. Чего? Аккуратнее. Аккуратнее. Мне страшно. Что там? Его здесь нет. Записку оставил, придурок. Сдавайтесь, иначе умрете. А то я кретин. Кретин! Выходи! Давай! Готовы сдаться? Уже иду. Уже иду. Это засада! Ложи! Лежать! Аккуратнее. Вон он! За мной! За ним! Быстрее! Минус один. Не стрелять! Берем живым! Че тупишь? Давай туда! Не, это ловушка. Он хочет нас разделить. Идем все вместе. Да вместе пойдем! Командуй! Идем, идем! Беги к большому камню. И ровно через минуту крикни «Андрей!» Поняла? Да. И если через пять минут не выйду на связь, отплывайте. Без вас? Нет, так нельзя! Беги! Беги, я сказал! Если тебя поймают, не сопротивляйся! Я тебя вытащу! Хорошо! Вперед! 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 Андрей! Стоп! Там большой приток реки. Лесник отвлекает, пока девчонка уходит. Немец, сбери двух людей! Перехвати ее! Ты и ты со мной! Да я же сказал! Нельзя разделять! Делай, как я говорю! Все! На два часа! Беги! Вот он! Не убивать! Брать живым! Где он? Где он? Исчез, зараза! Смотрим, Вова! Стреляем по конечностям! Вон он! Наверх коробкается! Вон он, сука! Ларни, друг друга не загасите! За ним! Уходит, уходит! Старший, старший! Ты видишь его? Бросай его! Давай вперед! Да нахрен эти бабки! Гаси его, блин! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Как у вас там? Доложите! Это сука! Устроен толтовушек по всему лесу! Я потерял четырех человек! Вон он! Стреляй! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Волшебник, поднимай дрон! Понял! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Посмотри, немец догоняет девчонку! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Стоять! Там есть ловушки! Гранату давай! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Лесник, выходи! Сука! Где он? Вижу ее! Обходим шлангом! Обходим! Зажмем ее! Зажмем! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Мой мамочки! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Стой Сука! Пошли! Тварь! Вставай! Твою мать! Как он там оказался? Старший! Двигай сюда! Он жив! Принял! Сейчас будем! Твою мать! Что там у вас? Ах ты ж! Он их сейчас завалит! Не тупи! Бери пацанов! Иди туда и разберись! Давай! Сбавь тон! Ты мне не начальник! Я тебе плачу! Да можешь забрать свои бабки, блин! А что, обоссался? У тебя десять бойцов! И что? Зассал! Девчонка у нас, а он за камнем! И мы его можем взять! Давай! Иди! И бабки твои! Ну! Идешь со мной! Понял! Пошли! Пошли! Он убьет их всех! Как выбраться отсюда знаешь? Угу! Ну, тогда держись рядом! С меня примерно! Слышь ты! Ремба! Выходи! Не зли меня! Иначе девку твою завалю! Ты понял? Встало быстро! Андрей! Узна, боец! Узна, боец! Че, вспоминаешь? А-а-а! 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 А-а-а-а! Беги! Беги! Я без вас не побегу! Я тебе сказал, беги! Беги! Убью сука! Убью сука! А-а-а! 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 Убью, тварь! Сука, убью! Они от твоей хотят, спишут все на тебя! Заткнись! Ты не понял, зачем тебя позвали? У них столько бойцов, на кой ты им нужен! Сначала вы меня убьете, а потом они тебя грохнут! И все спишут на месть людей сенатора! Ты труд при его раскладе, как и твой хозяин! Дурак ты немец! Ни хрена не понял, во что ввязался! Гарри! Гарри! Немец! Ты его подстрелил! Красавчик! Старший, слушай! Ты не подумал, зачем они нас позвали? Этот роман может убить нас в конце! Зачем? Чтобы исписать все на старую историю с китайцем! А? Что ты скажешь? Ну, думай быстрее! Прости! Всем нужен козел отпущения! Это ты его надоумил? Без тебя бы он не догадался! Давай, кот говори! Какой смысл? Вы все равно меня убьете! Не скажешь, кот, убьем твою девку и дядьку твоего убьем! Говори, кот, или буду стрелять! Готов! Готов! Сука! Сука! Как же я тебя не просчитал! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ну, где они? Может, поедем, дядь? Нет, поможем леснику! Дядь, это чего? Стреляют? Заводи катер! Ага! Дядь Андрея! Да! У вас там что, война началась? Где он? Он на Большого Камня! Сказал ему плывать! Быстрый катер! Отошли от катера Ома! Залезай! Заводи! Я ничего не знаю! Не трогайте меня! Держи, дядь. Что вам нужно? Где мои деньги? Где коды? Я не знаю! Следующее будет в голову. У тебя последний шанс! Я знаю! Я знаю, куда Миша перевел финансы! Но у меня нет доступа к ним! Вера отправила электронный ключ Андрею! Но я его не знаю! Слышишь? Не знаю! Я… Миша специально сделала так, чтобы электронные ключи и номера счетов были у разных людей! Пожалуйста, не стреляйте! Прошу вас, не стреляйте! Слушай, дура! Я из-за тебя и твоего дружка потерял много времени и бабла! Последний, сука, шанс! Родные у лесника есть? Я не знаю! Слушай, у него нет родных! Только дядька! Где он? Не знаю! Далеко уехал! На лечение куда-то! Все! Больше никого! Слушай, только собака! Он ее очень любит! Не знаю, у кого он ее оставил! Где собака? Стойте! Я знаю! Я знаю, где собака! Она в городе у какой-то женщины! Стойте! Пожалуйста! Нет! Давай! Заводи давай! В сторону! Не качай сердце! Повру! Вытащи мне с воды! Сейчас! Сейчас! Кажите! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Юра, что с тобой? Дай бог выжилу! Разберись с ними, Андрюха! Этот сука меня пострелил! Куда? Куда они пошли? Вниз! По течению! Я скоро за вами вернусь! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Я вернусь! Кто-то! Быстро в комнату прячься! Барон, быстрей! Быстрей! Давай! Пошла! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Вы кто такие? Вы кто такие? Что вам поможет? Рот закрой! Делать что говорю! Ногу ей бинтуй! Быстро! Фух! Зажми раны! Сейчас бинты найду! Старший, старший, это Артур. Мы в поселке. Выбирайтесь из леса. Пошли к этим нашу сторону. Прием. Спас, родимый. Отдохни, браток. Не за ту команду взялся играть. Да, сука. Кто там есть в лесу? Кто живой остался? Ну, дает Андрюха. Всех уложил. Держи. Это кто такие? Убийцы. А что с Андреем? Я не знаю. Заткнулись обе. Что вы делаете? Ей же больно. Жить хочешь? Сейчас я позвоню, и ты назовешь счета, на которых наши бабки лежат. Слушаю. Надеюсь, ты с хорошими новостями. Марк Анатольевич, вам сейчас назовут номера счетов. Подожди. Давай, записываю. Без фокусов, поняла? Роман, там это… Первый трастовый банк. Роман. На Каймановых островах. Доверительный счет номер 203. 456. 809. Дополнительный счет для международных, для международных транзакций. 707. 333. Так. 518. Понял. Молодец. Что смотрите? Ну, так. Готовлюсь. Встала. Встала! В угол пошла! Литом в стене! Быстро! Сука! Это первый! Первый! Кто слышит меня? Ответьте! Группа! Кто слышит? Ответьте! Это первый! Кто слышит меня? Группа! Это первый! Кто слышит меня? Отвечайте! Сука! Сука! Слышу тебя хорошо. Надеюсь, ты меня тоже. Твоей группы больше нет. Отдай мне Катю и останешься в живых. Ты меня понял? Сука! Давай! Так ты живой! Ну, отлично! Вот и приходи! Значит, сам отдашь мне этот код или этот ключ! Сам! Слышишь? Или твои Катя и Надя ответят за тебя! Давай! Говори ему что-нибудь! Ну! Андрей! Андрей! Не приходи сюда! Мы у нее дома! Слышишь? Скоро буду. Что ты тянешь? Результат когда будет? Хватит на меня орать! Я как закончу, наберу! Да нет у меня времени! Идиот! Надо валить! Я на это не подписывался! Рот закрой! Он здесь! Не валить раньше времени! Сюда! На колени! Ты в кресло не рыпайся! На колени я сказал! Ну что, лесник? Твои бабы тебя ждут! Андрей, уходи! Ствол на пол! Ты что, оглох? Ствол на пол! Медленно! Медленно! Ногой к нему! Вот так! Андрей, ну зачем? Ну зачем ты пришел? Шшшшш! Все будет хорошо! Не тебе решать как будет! Понял? Где кот? Электронный ключ в сообщении от Веры! Она мне его отправила в тот момент, когда ты пришел ее убивать! Ведь это ты их обоих застрелил, ублюдок! Пусть ему какое-то имеет теперь значение! Сука! Вот! Сколько геморроя из этой ошибки! В отличие от него, у тебя еще есть шанс уйти! Да ну вас! Ты куда? Сусаня! Мудак! Ты не уйдешь просто так! Нет у тебя шансов! Легко! Особенно если свидетелей не будет! А их не будет! А начну я с твоих баб! Например, вот с этой! Ну что, дурачок-лицевичок! Барон Фас! Андрей! Андрей! Пожалуйста, не умирай! Андрей! Андрей! Он ранен! Все хорошо! Но в больницу можно съездить! Ты красивая! Всем лежать! Лицу в пол! Сработает в веснах! Показали руки! Руки! Я сказал! Лицу вниз! Чисто! Марк Анатольевич! Там специалист! Тихо! Тихо, тихо, ребята! Спокойней! Майор Карапивин, Федеральная служба безопасности, гражданин Авилла, вы задержаны по подозрению в совершении преступления по статьям 160 и 174 УК РФ. Пожалеешь, майор! Ох, пожалеешь! Ох, пожалеешь! Ты опоздал! Андрей передал нам коды сутки назад! Пакуйте! Ты даже не знаешь, с кем ты связался, майор! Тихо, тихо! Да тише, сам пойду! Тихо! Надя, как там Катя? Катя уже в порядке. Пуля прошла на вылет. Кость не задета. Говорят, ей повезло. Так что через неделю ее уже выпишут домой. И нам повезло. Так точно. Вот вы где! Послушайте, поторопитесь, скоро врач придет. Да, конечно. Ну, я к вам буквально на минутку. Меня знакомая доктор пустила и проверила, не принесла ли я с собой алкоголь. Глупость какая! Но правда сказала, что тревожить вас нельзя, вам нужен покой. Так что мне пора, а то меня больше не пустят. А бутылочку могло бы и прихватить. Поправляйся. Да, хорошая женщина, Андрюх. Мог бы с ней еще детишек наплодить. Ну, а выпьем по маленькой. Ты на ней дырку-то не протри. Она спасла меня. Ну, что бы, Рончик, заждался? Заждался. Ты мне скажи, ты где так в лесу научился засады устанавливать? В спецназе, что ли? Давай. Нет. Тогда где? В кино посмотрел. Кино с Джеки Чаном. Хороший актер Джеки Чан. Ну, давай. За мир. Во всем мире. Согласен. Хороший актер. Поехали. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok